Сначала я Игумен Валериан Головченко, священник, служу на Лукьяновском кладбище, но более известный как давным-давно, с начала 2000-х годов, один из ведущих ионинской молодежки, и в настоящее время являюсь заместителем главы сенатального отдела по делам молодежи, Владыки Иоли, заместителем по военно-патриотическому воспитанию. Поэтому, в общем-то, возьмите какие-то термины, я буду говорить. Значит, если, вот, только что Антон рассказал о ток-шоу глазами организатора телеканала, православными глазами, отец Александр рассказал о ток-шоу нашем православном, которое ведется на своем поле. А я участвую в ток-шоу с 95-го года, принимаю участие где-то 30-40, наверное, различных самых передач, причем, которые получились искренне вернее. И самые разные, как в прямом эфире, так и большого формата ток-шоу, где и вырезали, и, в общем-то, нужно было быть готовым ко всему. То есть опыт есть, которым хочу очень вкратце поделиться. Потом скажу, как подробнее поделюсь. Сразу хочу немножко дополнить и прокомментировать ответ на вопрос Влада Головина по поводу вот этого вот 20-секундного комментария священника. Прежде всего, адресуя это к отцам. Отцы, если спрашивают, это знаете, это как снайперский выстрел должен быть. Один, но очень мягкий. Учитесь отмечать на такие вопросы ударными фразами. Не допускающими иной трактовку. Вы знаете, за каждым негативным снайперским выстрелом стоят годы подготовки. Все экспромты, как правило, хорошо проработанные домашние заготовки. И, честно признаюсь, не всем дано. Одного получится, другого нет. Опять же говорю, как снайперский выстрел. Что касательно участки священнослужителей. Безусловно, есть такие ток-шоу, где просто нету... Священник там не нужен. Он там не за чем. Поэтому нужно четко выбирать, куда идти. Для этого всем подключены, так или иначе, к интернету. Посмотрел, что за ток-шоу, в каком формате, кто ведущий. Абсолютно правильно было сказано двумя руками в заду. Узнайте, кто будет участвовать. Чтобы не оказаться в очень нехорошей компании. Но, если вы приходите на ток-шоу и попадаете в изначально агрессивную среду, бывает и такое. Теряться не приходится. Помните, что ваша аудитория, это не только ведущий ток-шоу, хотя многое зависит от него. Старайтесь ему понравиться. Это не только ваши собеседники. Но это многомиллионная аудитория, которая будет смотреть телевизор. Не ток минимум людей, которые сидят вот в зале и задражают публику. А многотысячная, многомиллионная аудитория телезрителей. Старайтесь быть понятными и интересными. Одна из распространенных ошибок у священников. Священник привык говорить в формате церковной проповеди. Обращаясь к своей паспе. Изначально людям верующим и разделяющим его убеждения. Говорить им на понятном языке, основываясь на уже имеющихся у них знаниях и понимании различных терминов. Одно и то же слово можно понимать по-разному. Поэтому, когда вы оказываетесь на телеэкране, вы должны быть понятными и доступными, то, что вы говорите, для среднестатистического, ну, побоюсь этого слова, одубателя. Вполне возможно, не все. И участники телезрители будут разделять ваше мнение. К этому надо быть готовым. Для того, чтобы говорить так, чтобы тебя потом не порезали, нужно реально говорить по существу. И, ну, грустно бывает, когда священник что-то невразумительное говорит в себе под нос. На телевидении, поскольку это такой формат, аудитория у вас огромная, надо быть яркими и запоминающимися. Еще очень-очень важный момент. Вы знаете, иногда сверхкомпетентность более нежелательная, чем некомпетентность. Нужно быть собой и не бояться иногда сказать, простите, я не знаю, или простите, это выходит за пределы моей компетенции. Зачастую бывает, что священнику, приходскому священнику, задают вопрос, который касательный, вот правильно, от этого уже говорилось, еще конфетизирует, общую церковную жизнь. Вопрос, который лежит в компетенции наших официальных церковных средств массовой информации. Вот отец Георгий может иметь право, катоническое право ответить на этот вопрос. Данные будут церковные администрации. Отец Валериан в данном случае может изложить только свое личное богословское мнение. Это нужно подчеркивать. А иногда просто нужно не бояться сказать, простите, это вне пределы моей компетенции. Вы просто обратились мне по адресу. Простите, этого вопроса я не знаю. Я как-то давно это было, наблюдал выступление одного священослужителя, который почему-то подумал, что его собеседники настроили против него конкретной церкви агрессивно. Они его пытались на оборот вытащить. Они были весьма расположены, но по-своему, конечно. Они много не это понимали. Ну, он изначально воспринимал их шаги. И когда ему был задан вопрос, касательно светских наук, физика, химия, география, история, батюшка показал, словно, крупное невежество. Вот это было грустно. Если бы он просто промолчал, это было бы более понятно. Или отказался отвечать на вопрос. Простите, я был не силен. Очень четко было сказано, что зачастую люди правилуют своим цинизмом. На самом деле в экстремальной психологии есть такой тип слабый, активный. Это человек, похожий на ежика, который всех полит своими иголками, чтобы не показать, что в нем как правильный шаг. Зачастую это не цинизм, а именно вот проявление вот этой вот слабости, скрытой за праваду и адресии. К этому тоже нужно быть готовым. И вот маленький такой момент. Если вы внимательно просматриваете интернет, средства, массовые информации, не все доброжелательно относятся к нам. Есть сознательные антихристиане, антиправославные. Есть еще многие люди, которые делают это несознательно, поддавшие с духу временем. Люди, которыми дьявол играет, как называется, в темную. То есть они сами не понимают, что они делают. Мы сейчас должны признать, что за лаборскими стенами мы часто встречаемся с психологией постмодернизма. Психологией глумления над всем, обхаивания всего, чего угодно. И иногда, попавши на светскую телепередачу, будучи приглашенную куда-то, как со стороны предыдущего, что бывает крайне редко, как со стороны аудитории или гостей может быть откровенный вызов вам? Чаще всего, когда священники выражают принципиальную позицию, говорят, батюшка, ну как вы можете? Такой манерный молодой человек сказал, вы же должны меня любить. Я сказал, вы знаете, любовь и уважение – это разные вещи. По-христиански я вас люблю. Уважать мне вас не за что. Ваш образ жизни, как грех, я не вижу. То есть, в чем-то нужно быть принципиальным. И напоследок, немножечко. Значит, что касательно вот этой философии постмодернизма, когда люди откровенно провоцируют, нападая на церковь, хуя Бога, вызывая ваш вот этот вот внутренний протест, вы знаете, я избрал некий рабочий абсолютно такой момент. Я говорю, вы знаете, мы сейчас с вами не будем обсуждать такие большие вопросы. Если вы хотите над чем-то поглумиться и подоспитаться, мы будем говорить не Боги святых и церкви, а поглумиться над внутренней жизнью вашей матери. Лица сразу меняются. Умейте отвечать ударом на удар. Вот так вот.